Здравствуйте, с вами Диванный Голос Формулы 1 и добро пожаловать в Австрию, но на Гран-при Штири, что прошел на трассе Red Bull Ring и стал восьмым Гран-при этого сезона. Но прежде чем мы поговорим непосредственно о самих гонках и разберем все по полочкам, как всегда, ну по традиции. В начале этого видео обзор, стандартный, с циферками, ну и фирменными диванными специями. В начале гоночного уикенда пилоты выезжают на тренировки, ищут пределы, с ними происходит всякое. В субботу квалификация. Задача показать лучшее время круга, ну а после поделиться мыслями. Конечно, это неправильно, что у других людей есть мнения отличные от моего. Мне вот кажется, что постоянные победы одного белого человека, это просто отвратительно. Куда только смотрит руководство гонок. А есть какие-то новые матерные слова, а то старые уже не справляются с ситуацией. Жуть стала лучше, жуть стала веселее. У нас в команде четкое разделение труда. Одни много работают, другие много получают. И главное, никакой путаницы. По всему видно, что идет вторая волна. А не купить ли нам по второй одноразовой маске? Я круче, чем динозавры. Они вымерли, а я минералочки с утра выпил и снова живой. Не хотелось бы выглядеть дураком, но не хочется слишком выделяться из этой компании. Но в воскресенье гонок. Да Хэмилтон победит! Макс Ферстаппин одержал заслуженную четвертую победу в сезоне в доминирующем стиле, лидируя на Гран-при Штири от старта до финиша и увеличил свое лидерство в чемпионате над Льюисом Хэмилтоном, который финишировал вторым перед напарником по команде Вальтери Боттесом и почти догнавшим его Серхио Пересом. Ландо Норрис вновь продемонстрировал отличную форму Макларен, финишировав в пятом перед Феррари Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Ален Строл, Фернандо Алонсо и Юки Цунода завершили первую десятку. Старт в коем-то веке не обошелся без инцидентов. Феррари Леклера столкнулась с Альфа Таури Пьера Гасли, что означало новое переднее антикрыло до Монегаско и прокола после повреждения подвески для француза. Единственным призрачным шансом Хэмилтона стала техническая проблема на лидирующем Рэдбуле Макса Ферстаппина, который жаловался на проблемы с педалью тормоза. На 55-м круге Серхио Перес заезжает на второй питстоп за свежей резиной и дополнительным очком за быстрейший круг, после чего до самого финиша преследует Ботаса и отстает от него всего на полсекунды на финише. За один круг до финиша Хэмилтон заезжает в боксы для перехода на мягкий состав шин и отбирает у Переса быстрый круг в гонке. Это позволило сократить отставание до 18 очков, но Мерседес, безусловно, есть над чем поработать в этом и без того захватывающем сезоне, если они хотят взять еще один Кубок Конструкторов, а Хэмилтон рекордный восьмой титул. Лучший круг в гонке показывает Льюис Хэмилтон. 1,07, 0,58. Быстрейший питстоп на счету команды Рэдбул. 2 секунды и 9 соток. Россиянин Никита Мазебин финиширует в восемнадцатом. Чемпионат пилотов и Кубок Конструкторов выглядит сейчас следующим образом. Меж полей и горы австрийских находилась Штирия. Если честно, то не очень нас от нее вштырило. Ну, на этом стандартный обзор гонки закончен. Переходим к мыслям. Быстрые и короткие трассы вот всегда порождают такие же быстрые и кажущиеся короткими гонки. Вот и гонка в Штирии пролетела как-то быстро и почти незаметно. Нет, у нас, безусловно, была какая-никакая интрига в области стратегии и борьбы за весь подиум. Те, кто смотрит дальше лидирующей тройки, также могли заметить огромное множество баталий в середине Пелетона или даже героический прорыв Леклера после не менее героического факапа на самом старте. Да и старт в коем-то веке прошел не только очень живенько, но и с самими этими инцидентами, которыми пилоты Формулы-1 совсем перестали нас баловать в последнее время. Но все же, все же каких-то вот совсем сногсшибательных или переворачивающих все вверх дном событий, ну, не происходило. А значит, такие гонки почему-то принято считать неинтересными. Впрочем, я тут часто призываю вас ценить любые гонки и любить их, и смотреть на них немного с другой точки зрения. С точки зрения невероятного спорта, с точки зрения прям отдельного целого мира, который живет своей жизнью, который захватывает вас полностью от начала и до конца. Ну, поэтому, поэтому. Ну, давайте пару слов о том, что все-таки происходило с каждым из пилотов на Гран-при Штири. Хас. Миг уже не просто лучше и стабильнее, он уже ощущение, что на голову выше Никиты. Просто какая-то фантастическая работа с шинами на последнем отрезке. Ну и, конечно, долю везения тоже никто не отменял. Ибо как-то так получилось, что синих флагов он видел меньше. Хотя нет, погодите, может это все-таки из-за темпа? От работы кони дохли. Да, есть проблемы с этими быстрыми и короткими трассами, попал в воронку из синих флагов и, считай, круг уступил. Но все же. Ну, а может, папа там звездюлей выдал за развороты в начале сезона, и он теперь просто боится на газ нажимать? Свои версии, почему мир так несправедлив к Никите Мазепину, можно оставлять в комментариях под этим роликом. Вильямс БОЛЕЙ ВЕЗУЧИМУ ПИЛОТУ. Потому что это очень важно, быть везучим пилотом. Фортовым, если позволите. Потому что не будет никакого Рассела в Мерседес. Просто не будет. Джордж Рассел! Впрочем, сегодня посочувствовать можно всей команде. Джордж ехал на каком-то просто фантастическом месте для нынешнего Вильямса, и этот сход технический, он правда очень обидный. Но и Латифи есть о чем грустить. Неплохой старт, а дальше отголоски волшебства Леклера через неуправляемый болид Гасли дотянулись и до него. Мне повезло. Ну а дальше, сами понимаете, на таких машинах со дна под синими флагами на такой короткой трассе подняться ой как тяжело. Альфа Ромео. Вновь Альфа где-то там, около очков, но мимо них. И со стратегией вроде угадали, темп был приятный, вроде должны были, но снова нет. Возможно, конечно, вторая подряд гонка тут поможет им, сделают работу над ошибками и такие заедут в хорошие очки, но работа эта очень трудная. В таком плотном трафике, когда все, ну почти все команды невероятно близки к друг другу, нужно, чтобы все работало абсолютно четко и точно. Это и стратегия, и пит-стопы, и сами гонщики, ну и, конечно же, машина. В общем, нужно начинать с субботы. Подтянуться в субботу, подтянутся и в финишных протоколах. Ну а Джове просто не повезло. Альфа Таури. Да, как-то эта гонка часто про не повезло. Да, я про Гасли. Гасли как-то вообще через гонку. Условно, то везет, то не везет. До уровня лузерства Джорджа Рассела еще, конечно, далеко, но часто Пьер также оказывается просто заложником ситуации. И что с этим делать, да хрен его знает. Ведь вновь очень хороший темп, хорошая квалификация и, на тебе, красный волшебник. Я бы на месте Пьера позвонил бы ему и поздравил бы с гонщиком дня. Да. Ну а что до Цуноды, тут непонятно до конца, повезло ли Рэдбуловцам с ним или нет. И у этих ваших быков всегда же так с новичками, им всегда тяжело. Так что нужно еще посмотреть. В любом случае, десятое место на финише – это очко в копилочку. А очки, как известно, по осени считают. В общем, чуть больше везения и чуть больше стабильности. Альфа Таури была бы с Феррари и Маклареном. Но пока совсем нет. Альпин. Фернандо прям раскатился. Вот прям вот он. Поначалу казалось, что вообще непонятно, что он тут делает. Как-то совсем он не вписывался в эту тусовку уже. Но вот прошло немного времени, и Алонсо снова с нами. Стоит, шутки шутят, да и на трассе не забывает показать класс. Что же до Акона. Ну, Акону хорошо, что он француз. Ну, не китайцы же, в Альпин брать. Так что пока Акон, а там Пуршер подрастет, и все встанет на свои места. Астон Мартин. Строл. Вспомните свои мысли про Строла в начале F1-го пути. Вспомните тот Вильямс, вспомните эту езду. И теперь посмотрите на Строла сейчас. Тут, в своей команде. Борьба от старта до финиша еще и в очках. Терпение и труд все перетрут. Ну и бабло, конечно. Фетель, мне кажется, переборолся на первом отрезке. Просто перестарался от того, и потом было тяжело. В жопу, Фетель. Но все равно мне этот Фетель больше, определенно нравится больше, чем прошлогодний. Феррари. Сайнц прям темная лошадка. Ну, такая вот темненькая. Ну ладно, окей, смуглая. К концу сезона он окончательно вкатится, и у Феррари будет очень мощный состав. А если учесть, что они нам всем обещают еще выкатить на следующий сезон лучший в истории человечества двигатель, то, может быть, это будет действительно мощное красное оружие, и Тифози наконец-то станут умываться слезами счастья, а не горя. Форсо, Феррари. Героически прорвавшийся с седьмого стартового на седьмое финишное, крушащий все на своем пути Леклер. Это такое странное решение для Гонщика дня, но, как говорил герой Кристофера Хемсворта в образе Джеймса Ханта, хорошо, когда тебя любят. Вот дает. Гонщик дня, ну ладно, может и вполне заслужен. Езда ведь после первого круга действительно была феноменальной и безошибочной, но он, кажется, сам все понимает. Макларен. Как оказалось, проблема Рикьярда в этот раз не в Рикьярда, да и в целом он вкатился почти, мы это обсуждали уже. Первый круг был хорош, ну а дальше вот проблема с двигателем. Да в жопу Рикьярда. Потом, пока удалось пофиксить, пока то, пока сё, в общем, не повезло. Ланда же на этой трассе всегда хорош, он ее, кажется, любит, а она, кажется, любит его. Но уж после старта с третьего места казалось, что мог бы и на подиум затащить, но у нас есть две команды, где и так не на всех места на подиуме хватает. Так что без происшествий каких это пока тяжело. В целом, хорошая гонка. Феррари позади сдержал, и это уже тоже хорошо. Мерседес. Мерседес фуфло. Вальтери реально порадовал, вот без шуток сейчас. Мы можем обвинять его в бесхребетности, в авторикельстве, но то, что скорость у него есть, он это пусть и не всегда, но доказывает, это факт. Вообще, мне кажется, один из лучших уикендов для Ботаса в этом году. Ну, если не считать дрифт мастер-класса на Питлейне. Что же, до Льюиса у меня только один вопрос. А что происходит с Мерседес? Вот с той командой, что как локомотив перла на пролом, ничего не замечая, снося все на своем пути. Ну, та команда, которая практически никогда не ошибалась. Почему этот Мерседес подарил победу Рэдбулу? Ведь остановить Хэмилтон второй раз на 51-м, 3-м круге, это практически гарантированная победа, разве нет? Хэмилтон чемпион! При том, что он совсем ничем не рисковал, он так вторым бы и отстался. Мистер Пьерес съел 20 секунд за 14 кругов у Сэра Льюиса, на 51-м было плюс 7 от Супермакса, прибавляем 22 пидстопа, получается 29 на 20 кругов. Еще раз, с позиции он не рисковал, отставание от Макса только росло, тут вообще не было других вариантов. Да все в жопу! Прямо ощущение, что Рэдбулу реально подарили домашнюю победу, типа намеренно, и поэтому в следующей гонке победит Льюис, да? Рэдбул. Сама воск сраная. Чека абсолютная боевая единица Рэдбула. Вторую гонку подряд, но шоу, что он устроил в погоне за Ботасом буквально до клетчатого флага, вообще выше всяких похвал. Хорошо, когда вот так вот до последнего ждешь и думаешь, догонит, не догонит. Ну догонит же. А, не, не догонит. Интрижка. Макс. Супер Макс. Гонка выиграна в абсолютном доминировании, так как любит выигрывать Льюис Хэмилтон. А бить врага его же оружием – это всегда больнее. Кстати, заметили, что Льюис перестал говорить о всем, чем угодно, кроме гонок. Перестал интересоваться здоровьем мадагаскарских черепах в Северном Ледовитом океане, тяжелой судьбой индонезийских шмелей геев. Кажется, в жизни у гонщика Льюиса Хэмилтона вновь появились гонки. На Гран-При что ли съездить? На этом у меня на сегодня все, дамы и господа. Лучше бы футбик посмотреть. Спасибо вам огромное за просмотр. Как всегда, призываю вас высказывать и свои мысли по поводу прошедшей гонки прямо тут в комментариях. Если я в чем-то ошибся, пожалуйста, поправьте. Спасибо всем за поддержку, за любую, от донатов до комментариев, лайков и подписок. Автоспорт это огромный и не такой уж сильно изученный мир. И все мы, его поклонники, одна большая семья, и нам не о чем ругаться. А вот поговорить есть много о чем. Так что спасибо вам, друзья. Спасибо всем за то, что любите гонки. Спасибо, что смотрите Диванную Формулу. Спасибо за то, что слушаете подкаст и ждете остальные рубрики шоу на этом странном канале. В общем, лайк, колокольчик, вся перда. Ссылки для материальных спасибо ниже. Я же прощаюсь с вами совсем ненадолго. Впереди Гран-при Австралии, и это здорово. Всем пока, берегите себя, ну и да пребудет с вами Сива. Субтитры сделал DimaTorzok